Это «Вести утро» Карачаева, Черкесия. В студии Альбина Курочинова-Кенжева. Здравствуйте! Традиционно начинаем выпуск с прогноза погоды. В Карачаево-Черкесии местами небольшие осадки в виде дождя, мокровая снега. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Днем порывы до 14 метров. Температура воздуха ночью минус 2, плюс 3. В горах минус 2, минус 7. Днем до плюс 6 градусов и местами плюс 6,11. Ночью и утром на дорогах местами гололедится. В Черкесии без существенных осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Днем порывы до 14 метров. Температура воздуха ночью 0, минус 2. Днем плюс 2, плюс 4. Ночью и утром на дорогах гололедится. Учитель и ученики. Под таким названием в Черкесске прошла выставка работ заслуженного педагога Карачаева-Черкесии, преподавателя детской художественной школы Черкеска Марии Гречкиной. В этом году она отметила 80-летний юбилей. Марию Гречкину поздравили коллеги и близкие друзья. Подробности у Али Баташева. Мудрый и проницательный взгляд, выразительные черты лица, в которых причудливым образом сочетается доброта и строгость. Автопортрет, как и другие работы заслуженного учителя Карачаева-Черкесии и одной из самых первых преподавателей художественной школы Черкеска Марии Гречкиной, пользуется неизменным успехом у поклонников искусства. Она одна из самых сильных акварелистов республики, владеющая разными техниками. «Масло мне перестало писать, я студенткой писала, и потом у меня потом аллергия стала. После наркоза я не могу маслом писать. Акварели у меня, акварель, в основном акварели пишу. А жанр у меня и натюрморт идёт, и пейзаж, и ну любой больше портрет. А почему? Не знаю, я когда на людей смотрю, первое для меня, что в человеке, ни внешность, ни красота, это глаза. Вот я по глазам сразу определяю человека, что в его внутри, что это за человек. Если я увидела вот оттуда внутреннюю красоту, не наружную такую внешнюю, а внутреннюю, тогда вот я загораюсь, и мне хочется человека изобразить просто. А себя как рисовать? В зеркало, в зеркало. С фотографией не живые портреты получаются. Вот живой человек, она живая идёт. Ну и мне удаётся передать характер человека. А как это получается, я не могу сказать. Мария вместе со своим супругом, заслуженным художником Карачаева-Черкесии, Александром Гречкиным, стояли у истоков становления художественной школы Черкеска, которая открылась в 1966 году. Он стал первым директором, а она преподавателем. Мария Гречкина – автор учебных программ по рисунку, живописи, композиции. И талантливый педагог, до сих пор переживающий за каждого своего ученика. Вот когда я занимаюсь учащимися, работы у них получились, я домой иду, как будто бы у меня крылья сзади выросли. Такое вот настроение, такой позитив. Если у детей не получается, я иду домой понурая, и думаю, надо что-то сделать, поменять, чтобы у них получилось. Бывает иногда, вот они сразу схватывают, а в другой раз материал очень сложный, у нас же связано с перспективой. Черчение сейчас в школе не преподают, а черчение очень близко связано с рисунком. И вот дети часто. Ну и сейчас еще у нас они привыкли брать информацию из сетей. Все. Не хотят логически мыслить, не говоря уже об абстрактном мышлении, они логически не хотят мыслить. Они хотят информацию туда сразу брать. 14 ноября Марии Гречкиной исполнилось 80 лет. Обладательница нагрудного знака за верность профессии встретила свой юбилей на рабочем месте в компании своих коллег, родных и множества гостей. Ее многочисленные выпускники стали членами Союза художников России и заслуженными художниками республики. Одним из первых учеников был и директор художественной школы Черкесска Юрий Карасов. Крепкого-крепкого здоровья. И чтоб как можно дольше мы любовались вами, радовались, потому что вы являетесь нашей аккаунтой. За многолетнюю преподавательскую деятельность в сфере изобразительного искусства Мария Гречкина была отмечена дипломами Международной общественной ассоциации «Союз дизайнеров» регионального отделения Творческого союза художников России и другими наградами. Сюрпризом на официальном торжестве стало поздравление от своих детей и внуков, собравшихся вместе в этот день. Это наша самая занятость. У нее было время уделять его семье. Своим внукам, своим правнукам, которых она всегда любила и любит. Но тебя тоже очень сильно люблю. На выставке «Учитель и ученик» представлена лишь часть творческого наследия Марии Гречкиной. В ее планах создать работы, посвященные памяти супруга Александра Гречкина. «Но делать это я буду только в свободное от преподавания время», говорит художник, посвятивший жизнь детям. Али Баташев, Ренат Муков, Вести Карачаева, Черкесия. На этом я прощаюсь с вами. А через несколько минут в эфир выйдет информационный выпуск «Вести» на карачаевском языке. Затем вашему вниманию будут представлены программы карачаевской редакции. А в 14.30 смотрите «Вести» с Муратом Джанкиозовым. Удачного продолжения дня и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok